Циркулярная пила во рту. Кости, похожие на ветки дерева. Пылесос, приставленный к голове. Доисторические животные просто идеальны для того, чтобы снимать про них фантастику и фильмы ужасов. Удивительно, как природа могла создать подобное. В этом выпуске я расскажу о странных, страшных, удивительных чудовищах, населявших когда-то планету. Всем панкейк. Гигантопитек. Можете себе представить существо в два раза тяжелее взрослого самца-гориллы? Способное головой пробить потолок в квартире, настолько оно высокое. И при этом жующая бамбук, словно панда, вот оно. Гигантопитек. Самый большой примат в истории зоологии. Размеры останков настолько впечатляют, что некоторые предприимчивые дельцы в Китае пытались продать зубы гигантопитека, выдавая их за клыки настоящего дракона. Гигантопитеки обитали предположительно в карстовых пещерах южных регионов Китая. Вероятно, они были очень умны. Ну, по тем меркам, конечно. В пещерах рядом с останками нашли примитивные каменные орудия. Человеку таким действовать будет сложно, а вот гиганту – вполне. Там же находились и останки костей животных. Однако в основном они были травоядными. В рацион входили зерна, орехи и фрукты. Почему же вымерли гигантопитеки? Наиболее вероятная причина – голод. Этот вид сформировался в условиях влажных лесов, где все было понятно и стабильно. Но потом стал меняться климат. Многие виды пищи стали сезонными, особенно фрукты. И если другие приматы смогли переключиться на другую еду, то гигантопитеки предпочли просто поменьше есть. И на почве постоянного стресса размножаться они стали гораздо меньше, пока в конце концов не вымерли. Впрочем, кое-кто считает, что где-то в мире бродит парочка оставшихся в живых гигантопитеков. В Гималаях альпинист Эрик Шиптон сделал в середине прошлого века снимки отпечатков огромного существа. Их опубликовали в журнале Nature. Ученые пришли к выводу, что следы оставил гигантский двуногий примат. Вы наверняка слышали о нем. Обычно его зовут Йети. Опобиния. Сложно представить себе более странное существо. Ученые иногда сравнивают его с пылесосом, намекая на гибкий шланг на голове, которым природа наградила этот вид. На конце у этого хобота было нечто похожее на коготь с пятью шипами, направленными вперед и внутрь. Скорее всего, с помощью этой штуки опобиния добывала еду и закидывала ее в рот. Поскольку нет никаких признаков того, что у нее были какие-то зубы, скорее всего, питалась она чем-то очень маленьким и мягким. Отличают опобинию от других видов и ее глаза, похожие на шишки. Целых пять штук. Центральный смотрел вверх, а остальные четыре обеспечивали существу периферическое зрение. Кроме того, все тело опобинии было разделено на сегменты. По бокам располагались лопасти, а заканчивалась вся эта красота похожим на веер хвостом. Прекрасное существо, чтобы снимать его в фантастических фильмах. При такой богатой внешности природа не наградила опобинию по-настоящему хорошей защитой. У животных не было минерализованной брони или даже жесткого органического экзоскелета, как у других членистоногих. Их тела сплющивались при захоронении и окаменении. О некоторых особенностях можно судить только по отметинам на контурах окаменелостей. Доподлинно неизвестно, какой образ жизни вела опобиния, плавала ли она в толще воды или ползала по дну, так как гибкое сегментированное тело не исключает обе возможности. Титанобоа. В начале 21 века в угольной шахте на севере Колумбии нашли что-то, похожее на окаменевшую ветвь. Однако позже исследователи поняли, что это в корне ошибочно. Перед ними фрагмент челюсти наземного животного эпохи палеоцена. Ничего подобного в тех местах раньше не находили и ученые взялись за дело. Чуть позже внимание палеонтологов привлекла партия окаменелостей, которые кто-то определил как крокодил. Новые экспедиции к местам обнаружений доказали, что это вовсе не он. Это змея. Причем очень большая. В 2012 им несказанно повезло. Был найден череп Титанобоа. Что можно расценить как настоящее чудо, ведь черепа змей хрупкие, обычно после смерти они разрушаются. Эта находка позволила сделать удивительное предположение. Титанобоа благодаря своим размерам мог бы легко проглотить лошадь. Но в пасти змеи было много небных и боковых зубов. Такое же строение имеют современные змеи, которые питаются рыбой. Так что вполне вероятно, что Титанобоа охотилась в основном в воде, а на суше была куда медленнее и неповоротливей. А Архелон – черепаха размером с легковой автомобиль. Возможно ли это? Древний Архелон именно таким и был. Его длина и вес примерно равны Седану. Ни одна современная черепаха таким размером похвастаться не может. Даже самая большая, занесенная в Красную книгу морская кожистая черепаха, вдвое меньше. Кстати, из современных видов такая черепаха на Архелона похожа больше всего. Он тоже не имел панциря в привычном понимании этого слова. Вместо твердой брони он был затянут кожей. Ученые точно знают, как выглядел этот древний морской гигант, потому что его скелеты прекрасно сохранились. Есть предположение, что черепаха зарывалась в ил и впадала в своеобразную спячку. На поверхность она поднималась раз в несколько часов, чтобы глотнуть воздухо. Кстати, у одного из найденных скелетов Архелона нет задней ласты. Археологи предположили, что это следы битвы черепахи с доисторической акулой или мезозавром. Огромная голова этого удивительного животного заканчивалась изогнутым клювом, похожим на птичий. Это было идеальное приспособление для охоты. Питался Архелон медузами, ракообразными и аммонитами. Впервые Архелона назвали и описали в конце 19 века по останкам. Но не раз моряки заявляли, что видели в океане столь огромную черепаху, и она была даже больше машины. Вот только фактов, чтобы подтвердить это, у них не было. Так что Архелона считают вымершим еще в эпоху мезозоя. Аргентавис. Это слишком много, чтобы взлетать с земли, как обычная птица. Ученые изучили фрагменты крыльев и пришли к выводу, что Аргентавис использовал парящий полет. Для этого ему приходилось прыгать с подходящей возвышенности, что само по себе было трудно. Пойди найди место, где такая туша сможет спокойно оттолкнуться. В воздухе птица находила потоки теплого воздуха и могла парить в них несколько часов, не делая ни единого взмаха, как грифы или альбатросы. При таких габаритах птица могла бы быть опасна для кого угодно. Однако считается, что питалась она в основном небольшими зверьками. На это указывает строение черепа. Аргентавис заглатывал пищу целиком, а это куда проще сделать, когда тебе попался, например, кролик. Охотился он, пикируя с высоты и хватая жертву. Полагают, что мог и преследовать перед нападением. Жили Аргентависы очень долго, около ста лет. И умирали от старости или болезней, а не потому, что кто-то решил перекусить вкусным птичьим мясом. У Аргентависа просто не было природных врагов. Подраться он мог разве что с сородичем. Мегатерий. Это очень, просто очень большой ленивец. В переводе его название означает «огромный зверь». Самым крупным представителем вида считают американского мегатерия. Именно его первым обнаружили в конце 18 века. Натуралист-изоолог Жорж Кювье предположил тогда, что он, как и современные ленивцы, жил на деревьях. Правда, быстро изменил свое мнение. Каким же должно быть дерево, чтобы выдержать вес этого здоровяка? Ведь встав на задние лапы, он был бы вдвое выше современного бурого медведя. Так что мегатерия переселили в норы. Гигантский ленивец жил в пампасах Южной Америки в засушливых и полузасушливых местностях. Как и его потомок, был вегетарианцем. Предпочитал листья, ветки и плоды деревьев. Хотя анализы останков показали, что порой некоторые особи пробовали пожевать траву. Собственно, для того, чтобы дотянуться до ветки повыше, мегатерий и вставал на задние лапы. А ходил он на четырех. В позднем Плейстоцене он вымер. Основная причина – изменение климата, как и у многих других животных. Однако этот парень успел таки повстречаться с человеком. Вымирание последовало за первым появлением людей в Северной и Южной Америке. Там удалось обнаружить места, где это гигантское ленивое существо было поймано и разделано. Так что, возможно, не только природа виновата в том, что мегатерий исчез с лица Земли. Энтелодонт. Такую зверюгу совсем не хочется снимать для милых календарей к году свиньи. Энтелодонт – настоящее чудовище, всеядная свинья размером с быка. В пасти его был полный набор мощных зубов, крупные клыки, крепкие резцы и объемистые жевательные зубы. Благодаря такому внушительному набору зверь получил свое название. В переводе оно означает «совершенные зубы». Повстречать этого монстра можно было на территории современных Северной Америки, Европы и Азии. И ничего хорошего эта встреча вам бы не принесла. Это был доминирующий хищник, а благодаря своим размерам он мог легко охотиться на крупных травоядных, таких, например, как верблюд поебротерий, который и сам был размером с небольшого оленя. Такое животное и в одиночку было опасно. Но по останкам ученые определили, что энтелодонты жили небольшими семейными группами. Отличительная черта этих животных – объемные костные выросты на морде, с боковых сторон. Из-за этого энтелодонт слегка напоминает бородавочника. Вероятно, они служили креплением для мощных челюстных мышц. У самцов выросты были значительно больше, чем у самок. Отсюда сделали вывод, что размер имел значение. Выросты играли свою роль в том, какое место животное занимает в стаде. А это были совсем не мирные семейки. На скелетах большинства энтелодонтов ученые нашли следы страшных ран. Оставить такие могли только клыки сородичей. Чаще всего встречаются раздробленные скуловые кости, отметины укусов и сильные повреждения черепа. И это явно следы жестоких схваток из-за пищи или самок. Геликоприон. Акула с циркулярной пилой во рту – то еще зрелище? Геликоприон не похож ни на что другое. У кого еще увидишь челюсть в один ряд, да еще и закрученную в спираль? И зубов в этой спирали от 80 до 190. Краевед Александр Бессонов в конце 19 века нашел нечто, что напоминало раковину моллюска, но имело при этом зазубренные края. Уже потом в Петербурге геолог и палеонтолог Карпинский разобрался, что это на самом деле. Он тоже не сразу догадался, как именно располагалась эта странная спираль. И определил ее на верхнюю челюсть рыбы. Так что она выступала наподобие носа. Такой версии придерживались очень долго. Даже в книгах 60-х годов можно найти такое вот курносое создание. Откуда же такие сложности с размещением? Геликоприон был хрящевой рыбой. Останки таких сохраняются очень плохо. Поэтому в руки исследователей попадают именно зубные спирали. Без фрагментов черепа или скелета рыбы. Были предположения, что при атаке геликоприон разворачивал свою спираль как хлыст. Воистину это было бы смертоносное оружие. Лишь недавно, уже в 21 веке, удалось реконструировать строение головы геликоприона. И выяснить, как располагалась и функционировала зубная спираль. Ученые считают, что это глоточные зубы. То есть они находились внутри пасти. Их не было видно, пока рыба эту самую пасть не откроет. И чем же могло питаться такое странное создание? Казалось бы, чем угодно. Но геликоприон оказался довольно мирным парнем. Его рот не мог перемалывать твердую пищу. Поэтому акула питалась мягкотелыми, кальмарами и креветками. Артроплевра. Если у вас инсектофобия, срочно зовите кого-то, кто сможет подержать вас за руку. Наш следующий герой – настоящий ужас для всех, кто боится насекомых. Артроплевра, или гигантская многоножка, населяла территории современной Европы и Северной Америки. Членистоногая, длиной судава и весом со взрослого кабана, было заковано в глухую броню. Его защищал мощно сегментированный хитиновый панцирь, дополнительно покрытый небольшими шипами, которые увеличивали защиту существа. А еще оно имело 30 пар ног. Наверняка всем исследователям было бы любопытно взглянуть на скелет этого создания целиком. Но такой найти пока нигде не удалось. Попадаются только фрагменты. Самые крупные из них были длиной чуть меньше трех футов. А еще отыскали, где же артроплевра прогуливалась на досуге. Многочисленные следовые дорожки этой многоножки найдены в США, Канаде, Шотландии. Скорее всего, эта гигантская членистоногая обитала в болотах и во влажных лесах. Ползала там по поверхности грунта в поисках еды. А вот что именно оно ело, сказать трудно. Обнаружить четкий отпечаток челюсти артроплевры пока так и не удалось. Скорее всего, потому что она была сравнительно небольшая. Изучая некоторые окаменелости, исследователи обнаружили споры плаунов и папоротников. Так что велика вероятность, что ужасающее членистоногое было вполне мирным и травоядным. Впрочем, насчет взрослых особей специалисты пока не уверены. Возможно, оно могло при случае и мелким животным закусить. Саркозух. Вас пугают современные крокодилы? А теперь представьте зверюгу, у которой пасть размером со взрослого человека. Вот это и есть саркозух. Ужас половодных речных долин Африки и Южной Америки. При таких размерах он мог позволить себе любое меню. И позволял. Саркозух был настолько опасен и смертоносен, что его боялись даже динозавры. Зазеваешься на водопое – будешь съеден. И проглотит тебя вон то симпатичное бревно. Метод охоты саркозуха встар как мир. Затаиться в засаде и дожидаться, когда неосторожная еда сама подаст себя к столу. Помимо наземной живности, саркозух вполне мог напасть и на других крокодилов. Размером поменьше. Огромные челюсти показывали на добычу колоссальное давление в 8 тонн. И хотя прямых врагов у этого хищника не было, на спине у саркозуха располагались два ряда прямоугольных костных пластин. Остеод эром. Скорее всего, как раз для того, что какой-нибудь предприимчивый родственник покрупнее не перекусил пополам. Глядя на всех этих созданий, удивляешься и радуешься одновременно. Каждое из них из категории «нарочно не придумаешь». Но как хорошо, что почти все они, кроме гигантского ленивца, исчезли с лица Земли раньше, чем на ней появился Homo sapiens. Продолжение следует...